Друзья, приветствую, рада знакомству. Меня зовут Влада и я рекрутер в мир. Пара слов о том, чем занимается наша команда. Мы создаем онлайн-доску для совместной работы команд. В нашем продукте более 8 миллионов пользователей. Среди наших пользователей такие команды, как Netflix, Ikea, Twitter, Autodesk, Skyscanner, Spotify и многие другие компании из Fortune 100. В компании сейчас работает чуть более чем 450 человек и мы распределены среди пяти офисов. В России мы находимся в Перми, в Европе, в Амстердаме и у нас есть три офиса в Америке. Это Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Остин. Компания сейчас находится в стадии очень быстрого роста и каждый год мы минимум вдвое увеличиваем план найма. Сегодня хочу поделиться личной историей о том, как происходило масштабирование People-функции, о том, как выделялись новые направления в People-функции, а также поделиться в чем суть подхода Excellence Solutions и как нам удалось построить инфраструктуру для быстрой доставки ценностей для наших пользователей и при этом совершенствовать свою работу. Я работаю в мире с 2016 года. На тот момент времени я была единственным HR в компании, а сейчас у нас есть очень большая команда в 46 человек. Хочется поделиться, как происходил этот рост, то есть с 2016 года до 2020 года. Давайте вернемся в 2016 год. На тот момент времени я была некоторым человеком-оркестром и занималась безусловно разными задачами. Во-первых, это был рекрутинг на разные роли, то есть на роли в Пермский хаб. Преимущественно это были инжиниринговые роли, но при этом это могла быть вакансия и в команду Support, и в команду Finance. Далее была ответственна за онбординг новых ребят в компании, то есть первые три месяца нужно было бережно следить за успехами ребят, провести анкетки, личные встречи. Были задачи по офис-менеджменту, были задачи по организации мероприятий разной сложности и более простые метапы, и более сложные конференции, и внутренние, и внешние мероприятия для команды. И плюсом были другие разные вопросы, потому что первый раз открылась вакансия в компании, и, конечно, у ребят было много идей и вопросов на совместную работу. В октябре 2016 года к нам присоединился payroll and HR compliance специалист, но на тот момент времени этот функционал был в команде Finance. В определенный момент времени мы поняли, что моё комбо-задач реализовывать в одного человека достаточно сложно, и в скором времени это будет просто невозможно, потому что в 2017 году ожидалось плюс 40 новых мероприятий разной сложности, поэтому мы решили открыть вакансию офис-менеджера, и к нам присоединилась замечательная офис-менеджерка, которая взяла заботу об офисе на себе и о счастье ребят в команде тоже на себя. Далее, с лета 2017 года мы стали расти стремительнее. У нас появился еще один HR-менеджер, у нас появился employer branding-менеджер, и также впервые у нас появился team lead, и, соответственно, мы стали настоящей people-командой. И, наверное, в этот момент у нас произошло такое, ну, произошло в целом первое испытание для нас, потому что нам нужно было превратиться из команды в одного человека в настоящую команду в пять человек, разделить функционал друг с другом, нужно было найти подход друг к другу и быть успешными и продуктивными. В то время у нас стали появляться какие-то первые канбан-доски на стене, стали появляться первые синхроны, когда мы обсуждали наши задачи, наши пересечения и где нам нужна помощь друг от друга. В 2018 году к нам присоединилось еще шесть человек, и среди них были такие роли, как Head of Tech Recruiting, Head of People Excellence. Команда стала расти, мы снова стали возвращаться на этап шторминга, но здесь нам очень сильно помогали такие регулярные team days, когда мы обсуждали и формулировали наши цели, наши практики, и в тот момент времени у нас первый раз случился такой открытый обмен обратной связью, когда мы все сидели в кругу и каждый с каждым открыто поделился фидбэком. В 2019 году к нам присоединилось еще девять человек, и были такие роли, как Learning Design Lead, Head of People, Head of Business Recruiting, то есть постепенно у нас появлялись новые направления. На примере рекрутинга могу сказать, что к этому моменту мы стали как раз более автономные, то есть мы уже чаще встречались именно командой рекрутинга, а регулярные встречи команды у нас стали примерно раз в месяц происходить. Сейчас в 2020 году к нам присоединилось еще 28 человек, и среди ребят есть такая роль, как Senior Business Partner, и как раз-таки это направление у нас сейчас формируется постепенно. В текущих реалиях мы встречаемся командой реже, теперь эта встреча случается один раз в квартал, когда мы обсуждаем наши результаты и цели квартала, плюсом, конечно, у нас есть регулярные встречи отдельными функциями и каждой командой. На слайде отразило в целом, как выглядел наш таймлайн роста с 2016 по 2020 год. Итак, во всей People-команде сейчас 46 человек, и верхнеуровневая команда делится на два направления. Первое направление – это NIME Recruiting, и второе направление – People, куда относятся все остальные внутренние процессы. И в свою очередь эти два направления делятся на отдельные команды, далее про них подробнее расскажу, но сначала я хочу поделиться нашей географией, как мы распределены как командой сейчас. У нас 21 человек находится в Перми, 10 человек находится в Амстердаме, и 15 человек находятся в офисах в Америке. Давайте далее подробно рассмотрим каждую команду из направления рекрутинга и People. Рекрутинг занимается тем, что привлекает самые крутые таланты в мире. И рекрутинг у нас делится на две команды. Это Business Recruiting, и здесь ребята сосредоточены на таких вакансиях, как Sales, Operations, Customer Support, Customer Success. И второе направление, вторая команда – это технический рекрутинг. Здесь мы сосредоточены на вакансиях в Engineering, в продукт, в продуктовый дизайн. Следующее направление – это People, и здесь есть три команды. Команда People Excellence. Задача состоит в том, чтобы создать все условия, всю инфраструктуру для того, чтобы работать было комфортно, и мы ни на что не отвлекались. То есть, чтобы мы были сосредоточены на крутых челленджах, на крутых задачах, и какие-то мелкие проблемы нас не отвлекали от достижения этих целей. Ребята занимаются вопросами зарплаты, IT-инфраструктуры, Performance Review, Learning and Design, Office Management. Следующая команда – People Solution Design. Задача команды здесь – повышать личную командную эффективность, то есть ребята регулярно собирают обратную связь команды в целом, анализируют ее, узнают самочувствие команды, вовлеченность команды, работают плотно с внутренним брендом компании, и также культурой в компании. Следующая команда – это People Business Partners. И бизнес-партнеры у нас очень плотно работают с отдельными направлениями в компании и являются некоторым таким связующим звеном между этими направлениями и командой People. Например, у нас есть бизнес-партнер, который работает с направлением Engineering. Он очень тесно с ребятами работает, знает их боли, знает их нужды, вовремя это транслирует к команде People, и, соответственно, мы также продумываем нашу работу. Хочется рассказать, почему мы так росли, потому что ребят много, сейчас 46 человек, далее еще будут присоединяться ребята. Почему так случилось? Во-первых, важно отметить, что мы масштабировались глобально, то есть исторически был только один офис, он находился в Перми, мы многое выстроили в Перми, но стали расти дальше, и то, что мы внедрили в Перми, нужно было масштабировать в другие офисы. Удаленно это делать не всегда было возможным. Следующий момент, есть такой элемент в нашей культуре, что нам очень важно, чтобы каждый чувствовал себя действительно частью глобальной People команды. Чтобы это реализовать, соответственно, нужны были ребята в каждом офисе. И также, наверное, здесь тоже отмечу, нам очень важно, например, чтобы каждый бенефит в компании был внедрен в каждом офисе, то есть, чтобы все чувствовали себя вполне равноправным участником команды мира. Следующий момент, почему мы так масштабировались, к нам постепенно присоединялись более сильные менеджеры в тот или иной момент развития компании. И они присоединялись и вели команду вперед. Безусловно, мы осваивали новые инструменты, мы автоматизировали свою работу, но все-таки характер, задача, глубина, они менялись, и новая экспертиза, она была нам необходима, потому что тот процесс, который мы выстроили там на 40 человек, не факт, что он будет работать на 300 человек, точнее, он совсем не будет работать на такое количество человек. И была еще такая зависимость, что people-функция росла прямо пропорционально тому, как менеджеры из других функций больше не могли какие-то вещи менеджерить в формате один на один. И здесь очень яркий пример, это функция learning and development, потому что сначала многое менеджерилось в формате один на один, когда просто сотрудник со своим тимлидом обсуждал, что он хочет изучить и какие курсы он хочет пройти. Эта информация передавалась в бухгалтерию, и далее, соответственно, просто все оплачивалось, человек проходил курсы, но мы никак не медлили успех. А далее мы задумались на тему, насколько эффективно мы инвестируем средства именно в это обучение, и так у нас постепенно появилось направление learning and development. Также хочется поделиться тем, с какими сложностями мы столкнулись, или в целом, что нас ждало на пути. На самом деле очень круто, что мы масштабировались глобально, но, конечно, это привело и к своим сложностям. То есть, во-первых, это тайм-зоны. Многим ребятам из команды в целом нужно было скорректировать свое рабочее время, потому что для Перми нужно было скорректировать его на более позднее время, а ребятам из Америки, например, на более раннее время. Ну и такой формат у нас прижился, и так всегда мы и затапим звонки. Далее в апреле 2018 года у нас появился первый рекрутер в Штатах, соответственно, некоторые встречи общекомандные были перенесены на английский язык. Это дополнительные челленджи-сложность, потому что мы тогда не все идеально знали английский язык, но на самом деле мы его все еще прокачиваем. Далее была такая история, что команда очень стремительно росла, и мы стали чаще задавать вопросы, кто чем занимается, чтобы точно понимать зону ответственности. И сейчас там мы стараемся регулярно синхрониться на эту тему, но примерно раз в квартал, наверное, мы на общих командных встречах все-таки обсуждаем, кто на чем сфокусирован, чтобы знать, к кому можно обратиться, с каким вопросом. Сейчас встречи всей командой стали реже, они происходят раз в квартал. При этом классно, что мы работаем с форматом каждый раз, мы адаптируем формат на то количество участников, которое будет. Ну и, безусловно, есть регулярные встречи в отдельных функциях, где мы уже более детально обсуждаем какие-то вопросы. И у каждой команды, безусловно, тоже один раз, один-два раза в неделю есть такие встречи. Растем быстро, то, что создаем, тоже очень быстро меняется. Очень важно это как-то сохранять и апдейтить. Так мы пришли к какой-то большей системности в нашей работе и выбрали Confluence как такой единый источник правды. И сейчас стараемся все, что мы внедряем, описывать и добавлять там статьи в Confluence, например. Со временем, когда мы тоже масштабировались, стало слишком много, там стало много людей просто. И было очень много разных апдейтов, то есть в канале в Slack на разные темы, и от People-команды, и от других команд. Что мы сделали? Нам нужно было поработать с вовлеченностью ребят. Точнее, дело не в том, что там кто-то игнорирует сообщение или там еще что-то плохое. Здесь больше был вопрос в том, что мы не понимали, что важно оставлять хоть какую-то минимальную обратную связь на это сообщение, то есть там хотя бы эмодзи, например, ставить, чтобы человек точно знал, что мы увидели его сообщение и мы приняли к сведению эту информацию. Масштабировать команду тоже было сложно. Могу привести пример, что на роль Head of People понадобилось 6 месяцев. И такой еще, наверное, тоже важный челлендж. Мы учились мыслить глобально. Есть забавный пример. В 2018 году мы выбирали первую АТС-систему, то есть где мы будем хранить информацию про каждого кандидата. До этого мы использовали Google Sheets. и что произошло? Мы изучили рынок, то есть разные источники изучили, разные тулзы, попробовали их, сделали демки, но на финальную презентацию мы не взяли самый дорогой сервис. Мы посчитали, что нам его просто не запрувет и не купят такой дорогой сервис. На этой презентации мы честно признались, что мы не взяли вот этот сервис и нас немного подкоучили о том, что лучше мыслить глобально, потому что, да, сейчас те инструменты, которые мы предлагаем, они будут работать, и они выполнят наши задачи, но в перспективе года, двух, трех и далее они не будут решать наши задачи, потому что мы их не сможем внедрить глобально в других офисах и адаптировать процесс. Вот такой интересный пример. С чем пришлось еще мне столкнуться дополнительно, то есть там кроме того, что нужно работать в команде, научиться, нужно было делиться в целом задачами, потому что раньше ты это делаешь все сам, и ты полностью ответственен за это, но теперь нужно поделиться. И в том числе английский язык, он тогда тоже был не очень классный. Еще дополнительно был момент в 2018 году, когда у нас появилась роль head of tech recruiting, было несколько месяцев, когда у меня было два тимлида. Это была забавная ситуация, потому что не совсем было понятно, что репортить какому тимлиду, но здорово, что мы это достаточно быстро пофиксили. И следующий момент, и, наверное, самый важный и ответственный для меня в то время был найти свое место в компании, и определиться с ключевым интересом, и далее, соответственно, инвестировать время и силы в развитие в этом направлении. И хочется поделиться тем, как трансформировались мои задачи с 2016 года. Сейчас я также сфокусирована на рекрутинге, просто он стал более сложным, я фокусируюсь больше именно на техническом рекрутинге, особенно на кейсах с релокацией, там сейчас в копилочке есть успешные кейсы, например, переезды ребят из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Минска в Пермь. Также активно принимаю участие в анбординге, но теперь это больше анбординг именно новых ребят профессионально, то есть, например, когда к нам присоединяется новый рекрутер или рекрутинг-координатор, стараюсь там максимально передать свои знания, чтобы ребята успешно входили в роль. Провожу рекрутинговые тренинги, например, один из таких ярких – это тренинг, как мы масштабировали команду нанимающих менеджеров, мы проводили для них процесс обучения рекрутингу, и, соответственно, далее у нас была в проектах, связанных с TechBrand, то есть мы объединяемся в какие-то проектные команды и вместе прорабатываем решения о том, как мы будем принимать участие в той или иной сильной, и заниматься на определенных задачах. То есть, безусловно, можно общаться с командой, получать фидбэк, но при этом очень важно иметь ключевых ребят на проекте. И здесь, на самом деле, есть еще такой мотивационный момент, потому что кому-то нравится постепенно внедрять улучшения, кому-то нравится закопаться и сделать какую-то, проработать большой солюшен, кому-то нравится микс. Если это определить, кто есть кто в вашей команде, то вы позволите людям заниматься именно тем, что им ближе и лучше всего получается. И, на самом деле, наверное, это очень круто скажется на финальном результате. На этом все. Большое спасибо за внимание. Рада ответить на ваши вопросы. На последнем слайде добавила контакты. Буду рада дружить и обмениваться опытом. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...